Они стоят на самом краю крыши, видимо не понимая, что одно неловкое движение может унести их жизнь. По этическим соображениям мы не показываем их лица, но в ютубе парни себя они скрывают. На вид мальчишкам не больше 14. Судя по дате, которую указали авторы видео, вылазка на крышу торгового центра была сделана за два дня до 1 сентября. Руководство центра об этом узнало только от нас. Смотрим, что можно сделать. Вы сами понимаете, что пожарная лестница изготовлена с нормами пожарной безопасности. То есть отступы уменьшить или увеличить, мы тоже это не можем сделать. Будем внимательно смотреть, установим камеру на эту точку, на эту периметру. Парни называют себя руферами. Руф переводится как крыша. Суть экстремального занятия – прогулки по крышам опасных зданий. В ютубе десятки роликов с красивыми видами и променадами на высоте, от которой голова кружится даже у зрителей. Только нередко в погоне за количеством просмотров руферы, сделав один неосторожный шаг, срываются с высоты и погибают. Сейчас сорвется, смотри. Да ну хуй! Березняковские школьники, видимо, об этом не думают. На их счету десятки крыш на видео. Они покоряют и опасную Сталинку Ленина 43, и новостройку Карла Маркса 60. Жителям этих домов стоит задать своим председателям ТСЖ вопрос, как на их чердаки могут проникнуть посторонние, тем более дети. Психолог Анастасия Гришина говорит, что родителям подростков нужно быть на чеку. У этих бесстрашных могут быть и последователи. Когда ребенок начинает чувствовать себя взрослым, он начинает пробовать какое-то взрослое поведение. Затем желание такой самостоятельности, автономности, реакции эмансипации называется, когда подросток пробует как-то проявить себя, именно свою самостоятельность, свою индивидуальность. Ну и затем интерес к всему рискованному, желание экспериментировать. Есть такое стремление к романтизму. А нашими романтиками из Ютуба уже заинтересовалась Березняковская полиция. Правоохранители внимательно изучили все ролики. И, скорее всего, родителей блогеров скоро ждет серьезный разговор с инспекторами по делам несовершеннолетних. Так что про крыши экстремалам, скорее всего, придется забыть. Но отчаиваться парням не стоит. На их блог подписался известный в городе тренер по пожарно-прикладному спорту Сергей Калугин. И он уже ждет мальчиков на занятия, чтобы пустить их энергию в нужное русло. Ведь лучше спасать чужие жизни, чем бездумно рисковать своей. Пускай приходят. Они ничего не потеряют. Себя попробуют. Попробуют в этом виде спорта. Может, и будут будущими офицерами в МЧС. В системе МЧС. То есть способности-то есть при этом? Да, у них видно, что способности есть. Они подвижные, они быстрые, они сильные. Но они просто рискуют своей жизнью. Глупая смерть никому не нужна. Евгения Кокширова, Станислав Атаманов. Новости на ТНТ.